Доброе воскресное всем утро! Нам уже сказали знатоки, что в этом году каштанов нет, но мы все же не поверили и решили приехать сами на поиск каштанов. И я вам сегодня покажу мое любимое место в Тоскане. Вот такая надо мной и передо мной красота. Да, каштаны уже осыпаются. И вот сейчас мы будем вот в этих сухих листиках что-нибудь искать. Плод каштана имеет интересную структуру. Его орешки находятся вот в такой вот горочке, жесткой и колючей. Итальянцы называют ее и ричи, ежики. Они действительно похожи на ежики. Их даже страшно трогать, потому что они действительно колятся. А вот там, посмотрите, как красиво выпало несколько орешков из ежика. Мы поднимаемся все выше и выше и дошли до моего любимого векового каштана. Каштан – дерево прихотливое. Ему нужна человеческая забота, человеческое тепло, уход. И, к сожалению, вот такие вот гиганты сейчас погибают. И вырастает вот такая вот мелочь на их месте. Можно только представить, как выглядела эта дорога в XII-XIII веке. Эта гордая дорога когда-то вела в замок один из замков семьи Альдебрандески. Альдебрандески имели большие территории свои, васальские, на юге Тосканы. И я надеюсь, что я сегодня дойду до развалин их замка. Да, мы герои. Мы поднялись на холм в Савсфорде, 795 метров. И вот на этих скалах над нами стоял средневековый замок Альдебрандески семьи. Сейчас мы туда с вами и направимся. Все вокруг меня сказочнее и сказочнее становится. Посмотрите, какие стены до сих пор стоят. Вау! Вот представьте, что с этой высоты в XII-XIII-XIV веке Альдебрандески взирали на свои владения и управляли территорией. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok